Появление новой ЧВК «Конвой» говорит о том, что Пригожина убирают с военной арены в Украине. Его отправляют обратно в Африку, поскольку у него не складываются отношения с Министерством обороны Российской Федерации. И Путин недоволен его медийной активностью и политическими амбициями. Такое мнение выразил основатель общественного проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Он отметил, что такие изменения принесут много проблем самому Пригожину. Если раньше его группа была в тени и такая скрытность помогала, то теперь его деанонимизировали. Также в последних интервью создатель ЧВК «Вагнер» заявил, что его компания контролирует более 2 миллионов километров. То есть в Африку он уже вернется разоблаченным. Лидерам стран континента вряд ли захочется дальше с ним сотрудничать. История с Евгением Пригожиным и его генеральскими замашками можно заканчивать. Этот проект закрывается. Часть наемников переходят в так называемую ЧВК «Конвой». В России не существует частных военных компаний. Это все прикрытия для различных спецподразделений по линии Министерства обороны или тех, которые организуются под контролем ФСБ России. Поэтому есть история с тем, что из «Вагнера» забрали наемника, одного из командиров, которого перебросили на юг для потенциального отражения атаки с целью деоккупации Крыма. Они будут на южном направлении, а именно в населенном пункте Токмак. Готовятся устроить нечто подобное Бахмуту, чтобы сдерживать наступление в ИСУ и предотвращать деоккупацию Крыма. Владимир Осечкин. Основатель общественного проекта «ГУЛАГУ.НЕТ» в интервью «За инсайдер». Продолжение следует...